Что будет в новом эпизоде Артуаунт? Айша и Ферит расстались? Узнает ли Ферит Абаха? Что будет между Аднаном и Азади? Будет ли авария Ханди или Айши? Все и многое другое теперь в этом видео. Если вы не хотите покидать Айши и Ферит до начала нашего видео, не забудьте поделиться нашим видео. Со временем Айша начала чувствовать, что она влюблена в Ферит, поэтому она захочет уйти от Ферит, чтобы больше не грустить после недавних событий. Хотя ее интерес к Фериту уже превратился в любовь, она не принимает эту ситуацию и говорит, что хочет расстаться с Феритом, оскорбляя его. В то время как Айши хочет разорвать брак с Ферит, с другой стороны, она попытается убедить Баха, что этот брак – фикция. Но Ферит очень привязан к Айши и не отпускает, потому что не хочет оставаться без нее. Между тем, это лишь вопрос времени, когда Ферит узнает о Бахе, и Айши поделится этим с Ферит и объяснит Баха. С другой стороны, сказав, что он не любит Азади, он станет еще хуже. Она начнет расследовать, что стоит за заявлением ее мужа о том, что он вас не любит. Аднан горит за видео, поэтому он будет дышать у ее двери, когда захочет. Азади, узнав, что муж ее больше не любит, не уйдет с этой работы. Обнаружив недостаток в Аднане, он будет внимательно следить за ним, чтобы выяснить, почему он ему не нравится. Ханди, с другой стороны, не перестанет пытаться отделить Айши от Ферита. Ферит отдаст ему свою долю, когда он перед всеми произнесет слова, которые мы не произносили на ужине о компании. После резкого выхода Ханди оттуда уедет Айши. Затем, когда Ханди Ферит оскорбляет ее публично, она также внезапно уходит из ночи. К сожалению, именно Айши попадет в аварию из-за двух женщин, которые в гневе уезжают. И после этого происшествия Ферит поймет, что они влюблены в Айши, а Айша влюблена в Ферит. После этого происшествия Ханди снова может подумать, что она не может встать между Ферит и Айши. Однако укрепление этих отношений после событий очень огорчит Азадью и Ханди. Теперь давайте посмотрим, что происходит в этом эпизоде. Когда Айши приходит, чтобы расстаться с Ферит, ее мать оказывается посреди ее разговора с миссией с Азадью. В то время Баха позвонил Айше. Он слышал, что Айши и Ферит притворяются любовником, и после того, что он услышал, он был почти опустошен. Ханди продолжает бороться за то, чтобы снова приблизиться к Фекрету при каждой возможности. Яман опустошен смертью своего отца Вейзеля. После захоронения труп Айши берет землю из могилы, имя которой похоже на имя ее матери. Бахтияр дает отцу Ферит одна не бумагу, которую Кахья Вейсел уронил из его руки, когда он умирал. Позже он подходит к Яману и говорит ему, что между ними Феритом нет разницы. Но Яман мало ему показывает. Сестра Баха сюда приходит в особняк, и Айши говорит ей, что она там работает. Пока Азаде любопытными глазами пытается разобраться в случившемся, Ферит спасает его из сложной ситуации. Позже Айши пытается отвести Сиду в сторону и объяснить, что она вышла замуж по принуждению. Пока старший брат Ферита отвозит свою дочь в школу, он встречает свою бывшую девушку Эбру, и они оба смотрят друг на друга с тайской. Блуждание Бетюля по Яману вызывает у Ханди приступ ревности. И когда Яман ударяет им по лицу, Ханди заставляет его. Айши продолжает встречаться с Сидой и пытается объяснить, почему они вышли замуж за Ферит. Однако Сида не хочет принимать то, что он говорит. Между тем, есть мужчина, который тайно следует за ними, и Сида следует за ним, когда он расстался с Айши. Азаде и Ханди встречаются, и Азаде говорит ей, что она поставила своего мужчину Керима после Сиды. Он спрашивает, изменяет ли Ферит Ханди с Айши, и Ханди говорит, что она не уверена в этом и что она появилась из ниоткуда. Тогда могли бы вы сделать такое с Ферит? Он категорически отказывается. Синон рассказывает Фериту о своей встрече со своей бывшей девушкой Эбру. Баха звонит Айше после того, как Айше сообщает адвокату. Когда он говорит Баха, что он должен жениться, Баха вешает трубку, и его избивают заключенные. После этого телефонного звонка, когда Айше плачет, Ферит подходит к ней и спрашивает, есть ли у нее раненое сердце, и Айша напоминает ей о правиле не задавать вопросы в контракте, и она очень злится. Баха ищет способы сбежать из тюрьмы. Азади начинает подготовку к чествованию генеральной дирекции своего сына Синон. Несмотря на предупреждение Ферит о том, что вы не можете ездить верхом, Айше едет на своей лошади, Фертини, и Ферит смотрит на нее с восхищением. После этого у них возникают небольшие проблемы, и Ферит говорит, послушайте свое сердце, я заставил вас сюда, вы можете разорвать свои цепи. Представив, что сказал ему отец, Яман поджигает сапоги и дом. После того, как Айша и Ферит покидают Фертини, они видят огонь, поднимающийся над домом Ямана, пока они болтают, и идут туда. Он думает, что здесь больше не останется Аднан Яман, у которого проблемы с Кахи и Бахтияром. В это время, пытаясь ворваться в дом Ямана и спасти его, Яман ругает его, и они начинают бить друг друга Феритом. Аднан Бе и Кахи и Бахтияр бегут туда и разделяют их. Айша и Ферит возвращаются домой, и Айша беспокоится о Ферит, и они встречаются лицом к лицу, перевязывая рану на ее губе. После этого сближения Айша удаляется и желает ей спокойной ночи. Разделив Аднана Ямана и Ферита, он подходит к двери Беде. Беде просит его пойти домой к жене, когда его жалкое состояние закончится. Аднан приходит домой, но он опустошен. Когда Азади видит его в таком состоянии, он очень волнуется, и Аднан быстро проникает в него. Айше начали сниться кошмары о столкновении с Баха. Баха преследует новые планы в тюрьме и крадет нож из-под головы своего друга по палате. Азади пытается испытать Айше как невесту и просит ее приготовить завтрак. Затем он приходит к Аднану и спрашивает, почему Яман так поступил. Аднан больше не заставляет его говорить и говорит, что полностью доверяет Яману. Хотя Азади не нравится завтрак, приготовленный Айше, Аднан поддерживает его, и Азади расстраивается, когда Айша ругает его. Ферит и Айша готовятся пройтись по улицам Антакия. Ханди пытается узнать правду Асиди, нажимая на Айше. Она говорит, что этот брак чисто вымышленный, и что Ферит играет с Айшей и просит ее уйти. И когда Айша спрашивает ее, любят ли меня Ферит или нет, она говорит Ханди, что не сдаться. Ханди ловит Сиду, когда она собирается уходить, фотографирует ее личность с игрой и начинает расследовать связь ее брата и Айше. Все были в шоке, когда он ставит Ямена перед Аднаном Синаном в генеральную дирекцию компании. Когда голоса равны, Ферит опаздывает использовать голосование, и его отец Аднан спрашивает его о голосовании. Ферит передает игру Яману, и Яман становится новым генеральным менеджером. Эта ситуация очень расстраивает Синан. После встречи отношения между братом Синаном и Феритом ухудшаются. Когда Айша начинает любить Фертыну, она видит берку с именем Ханди и Ферит в горле, ей становится скучно и она уходит. И он постоянно думает о том, что ему сказал Ханди. Ферит с удивлением обнаруживает внутри Айши, когда она гладит одежду, и не может понять, почему Айше злится. Айше, с другой стороны, скучно находить что-либо о Ханди повсюду, и она расстраивается, когда находит кольцо с именем Ханди в кармане своих последних выглаженных брюк. Все были шокированы, когда Аднан сказал, что менеджер, Яман, а не Синан, на праздничном ужине, организованном Азади для Синан. Когда Азади отреагировал очень резко, Синан сказал, что он не должен злиться на них, они не доверяли им, и это вызвало Азади. Позже Синан уходит из-за стола со своей семьей. Она одобрила предложение дочери пойти поесть пиццы вопреки бабушке, и они взяли ее жену за руку и ушли. Когда Азади сказал, что таким образом он забрал все свое имущество у своего отца, Аднан заявил, что не покупал ничего, что не было его правом, и вышел из-за стола. Когда Айша хотела утешить Азади, Азади тоже огрызнулся. Ивсен сказал своей жене, Биди, что Яман был менеджером, и застой Биди также заинтриговал его. Ивсен разговаривает с Яманом и выходит из дома. После событий за ужином Ферит уходит в свою комнату и очень зол. Когда к нему подходит Айша и хочет разделить его печаль, Ферит ругает его и не принимает его помощи. Ивсен и Яман строили плохие планы против Яднана. Когда Ханде, которая слышит, что Ферит идет в Искен-де-Рун, готовится к отъезду, мать запирает ее в своей комнате и не хочет, чтобы она уходила. Когда Ханде оскорбила ее мать, сказав ей, насколько слаба ее личность, мать открыла дверь и отпустила ее. То, что Ферит едет в Искен-де-Рун, расстраивает Айше. Ханде говорит, что на этот раз они проведут ночь вместе с Ферит в Искен-де-Руне, чтобы вызвать у Айше ревность. Айше, с другой стороны, говорит, что его не волнуют эти заявления и что он доверяет Ферит. После того, что случилось той ночью после ужина, Синан пытается расслабиться, отправляясь на реку Арумты и ловя рыбу. Его отец, Аднан, приходит к нему и пытается покорить его сердце. Но Синан очень расстроен и расстроен своим отцом и уходит от него. Чтобы заставить Айше ревновать, Ханде дала ей личные фотографии с Ферит, и Беня это заметила. Между тем, Ханде также достигла Баха. Кадер приходит к Азаде и предупреждает ее, чтобы она не давала ложных советов своей дочери Ханде. Однако, когда Азаде несправедлив и сомневается в материнстве Кадера, Кадер обращает внимание на ее отношения с собственными детьми. Азаде не может дать никакого ответа на услышанное и уходит оттуда. Беде хочет, чтобы Айше собралась, пошла за своим мужем и позаботилась о нем. Иеман покупает себе новую машину, берет с собой Бетюля и уезжает. Азаде, увидев, что Айше выходит из дома, сразу же звонит Фериту и жалуется. Айше была очень расстроена тем, что Ханде вошла в ее комнату до того, как Айше Ферит пришла удивить Ферит, а затем Ферит вошла в ее комнату. Когда Айше позвонила, но она не подняла трубку, Ханде написала ей, что она не берет трубку, потому что она была со мной. И он сказал Ферит правду об Айше, что Ферит никогда не завидовал Айше. Видя, что Айше в это время приближается к Ханде, она впала в депрессию и хотела уйти. Фактически, Ферит вышел из комнаты, больше не давая разрешения о Ханде. Баха, с другой стороны, зарезал себя и изложил свой план побега из тюрьмы. Еман же попытался сделать Бетюля игрушкой. Похоже, что Бетюль будет тем, кто расстроится в этом деле. Ферит пришел домой раньше, чем Айше и его мать выставили его у двери. Ферит, который ревнует к Айше, очень зол на нее, и Айше говорит ему, что он все еще любит Ханде и повсюду о ней вспоминает. И как раз когда он собирался сказать Ферит, что влюблен, несмотря на соглашение, он сдался. Ферит сначала пытается подойти и выяснить, а затем заявляет, что не волнуется и очень расстроен тем, что по неосторожности передал ее своей бывшей невесте. Айше больше не может этого терпеть и хочет закончить эту работу и развестись. Мы подошли к концу нашего видео. Вы также можете поделиться нашим видео со своими друзьями, чтобы они могли следить за тем, что произошло в Иртуаунт. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok